МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Новый курс» в формате квартирника. Я Салбек Абдулов. Здравствуйте. Бывали в истории человечества правительство в изгнании и правительство в подполье. Новый тренд, рождённый пандемией коронавируса, правительство в изоляции. У нас был момент, когда на самоизоляции находилась треть казахстанского правительства во главе с премьером. Семь человек из 22. В этой семёрке, кроме премьер-министра, были ещё пять министров и один вице-премьер. Министр здравоохранения Елжан Бертанов, совсем недавно назначенный главой Минфина Ярулан Жамалбаев, министр сельского хозяйства Сапархан Умаров, министр образования Асхат Аймагамбетов, глава оборонного ведомства Нурлан Ирмикбаев, вице-премьер Ирал Этугжанов, премьер-министр Оскар Мамин. В пятницу глава правительства вышел из режима самоизоляции после контрольного теста на коронавирус, который показал отрицательный результат. К работе в штатном режиме вернулись также министры образования, сельского хозяйства и экологии. «Он святой, он человек» – так назывался телевизионный фильм про папу римского Иоанна Павла II. Аллюзий на это название множество. После известия о положительном тесте на коронавирус у Нурсултана Назарбаева, в голове крутится фраза «Он ельбасе, он человек». Как мог заразиться первый президент Казахстана? Насыщенный рабочий график в июне, ряд двусторонних переговоров, прием официальных лиц, интервью как отечественным, так и зарубежным СМИ. По словам его пресс-секретаря, в организации съемок в общей сложности было задействовано более 40 человек. 40 человек для телевизионных съемок – многовато. Это, скорее, состав творческой и технической группы, снимающей большой документальный фильм с большим режиссером. Судя по такому количеству людей, это зарубежная киногруппа. В социальных сетях в связи с этим много репостят твит Михаила Идова, который он опубликовал 17 июня. Бывший главный редактор российской версии журнала JQ написал, что летел в Москву вместе с американским кинорежиссером Оливером Стоуном, которого якобы наняло правительство Казахстана для съемок проекта «Анурсултане» на Зарбаеве. Оливер Стоун известен не только как режиссер-постановщик «Честный кинокартинный взвод о Вьетнамской войне» или «Байопика» о лидере американской группы «Дорс» Джимми Моррисоне. Американец левых взглядов Оливер Стоун любит снимать фильмы и о политических лидерах разных стран. Но большей частью такое кино у него документальное. В числе героев его документалок легендарный лидер Кубинской революции Фидель Кастро, бывший президент Венесуэлы Уга Чавес, израильский политик Бениамин Нетаньяху, его визави по мирным переговорам 98-го года Ясир Арафат, председатель организации освобождения Палестины. Также в списке Оливера Стоуна присутствует и российский президент Владимир Путин. Мы пока не знаем, насколько правдоподобна версия с приездом в Нурсултанки на группу Оливера Стоуна. Хотя для документального цикла известного режиссера о политических лидерах Ельбасе – герой вполне конгруентный. Для коронавируса классовых и должностных различий нет. Из крупных госчиновников в первом, в конце апреля, заболел и, к счастью, выздоровел Камал Джан Надыров. Тогда он работал вице-министром здравоохранения. Ныне возглавляет горздрав Алматы. В июне заболели Аким Тимиртау Галымашимов, зам Акима Павлодарской области Асхат Урала, пресс-секретарь президента Берек Уали, депутат Мажелиса Бекпулат Плюхан, вице-министр труда Ерлан Алкенов, спикер Нижней палаты парламента Нурлан Нигматуллин, Аким Алматинской области Аманда Хматалов, Аким Туркестана Рашид Аюпов. По официальной информации, у всех заразившихся госслужащих болезнь протекает без серьезных осложнений. Президент Касажмар Тухаев тесты сдает ежедневно. Судя по тому, что запланированную на завтра поездку на московский парад Победы не отменили, со здоровьем президента Казахстана все в порядке. Цифровизации Казахстана посвящаются. На днях прочитал, что глава российского Сбербанка, уроженец Северного Казахстана Герман Греф, еще в 2017 году задал тему развития цифрового здравоохранения. Тогда же в группу компании Сбербанк вошла компания ДокДок, разработчик медицинского интернет-сервиса. И вот в минувшую среду, в самый разгар пандемии, заработал новый отдельный большой сервис под названием Сберздоровье. Это реальный маркетплейс медицинских услуг. Через него можно записаться на очный прием к врачу или получить онлайн-консультацию с помощью телемедицины, вызвать врача на дом, заказать комплексные обследования. Скоро еще должны заработать онлайн-аптека и единая электронная медкарта. Ранее анонсировались такие услуги, как ДНК-тесты и биохакинг. Биохакинг – это медицинская практика, которая улучшает качество жизни и замедляет процесс старения при помощи оптимизации питания, сна, отказа от вредных привычек и физических нагрузок. Биохакинг еще называют антивозрастной медициной. Очевидно, что это не просто стартап. Скорее, это запуск фактически главного медицинского сервиса на просторах Рунета. И достойный пример для подражания другим. Что далеко ходить, например, для цифрового Казахстана. Государственная программа «Цифровой Казахстан» стартовала в 2010 году. В ней планов было громадье. В частности, было заявлено, что к 2020 году 100% медицинских организаций в стране будут подключены к единой сети здравоохранения. В 2019 году представители сообщества казахстанских IT-компаний в медицине подвели следующие печальные итоги цифровизации здравоохранения. Отключен портал АИС Поликлиника, благодаря которому можно было строить отчетную статистику заболеваемости. Единая платформа Минздрава так и не запущена, а эта платформа – основа электронных паспортов здоровья. Так и не запущена система электронных рецептов. Отсутствует единый классификатор лекарственных средств. Онлайн-форум «Безбргемес» состоялся сегодня в Казахстане. Посвящен он был краткой, но драматичной истории борьбы казахстанцев с пандемией коронавируса. Форум соединил в онлайн-режиме 14 областных центров страны и города Нурсултан, Алматы, Шымкен. Стали известны имена первых обладателей медали «Халак Алгасе». Страна должна знать своих героев. Дорогие казахстанцы, солидарность, стойкость, сочувствие – это традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. Мы вместе – это новый девиз нашего общества. Каждый день мы являемся свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими работниками, полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями. Сегодня мои слова благодарности в первую очередь обращены к вам. Медалью «Халак Алгасе» сегодня наградили 343 казахстанцев, среди них 60 врачей и 39 полицейских, 30 военнослужащих, 41 волонтеров и 34 мецената. Медали также вручили деятелям культуры и образования и представителям средств массовой информации. Медалья «Халак Алгасе» Субтитры создавал DimaTorzok